Всем привет! И сегодня у нас распаковка наушников от компании Xiaomi под названием Mi in Air Headphones Pro второй версии. Наушники поставляются в небольшой коробке белого цвета. На передней стороне через прозрачный пластик видны сами наушники. На левой стороне имеется логотип Mi. С правой стороны аналогично располагается логотип Mi. Сверху нет никаких надписей. На дне имеется небольшая наклейка с QR-кодом и логотипом Mi. На обратной стороне располагаются технические характеристики наушников. Тип внутриканальный, вес 14 грамм, тип разъема 3,5 мм, длина кабеля 1,25 мм, номинальная мощность 5 мВт, чувствительность 100 дБ, частотный диапазон от 20 до 20 000 Гц, импеданс сопротивления наушников 32 Ом. Здесь же мы видим название модели Mi In Air Headphones Pro 2, цвет наушников черный, а также прочая не очень важная для нас информация. Ну что же, давайте теперь откроем коробку и посмотрим, что лежит внутри. Внутри имеется вот такая вот абсолютно белая, без каких-либо надписей коробочка. Спереди только вырезы под наушники. Открываем коробку с обратной стороны и внутри видим инструкцию к наушникам. Пакетик с амбушюрами. Ну и, конечно же, сами наушники. Итого, имеем вот такой комплект. Инструкция, сменные амбушюры, ну и, наконец, сами наушники. Вот так выглядит инструкция. Вот так выглядит комплект сменных амбушюр. Ну и вот так выглядят сами наушники. Под амбушюром располагается металлическая сеточка черного цвета. На корпусе наушников имеется надпись HD Audio. Далее на проводе правого наушника располагается пульт с тремя кнопками. По виду кажется, что пульт выполнен из пластика, но это не так. Корпус немного холодит при прикосновении, а значит имеется металл. На обратной стороне располагается микрофон. Далее идет уже ставший классическим разветвитель с логотипом Mi. Ниже кабель облачен в нейлоновую оплетку. Штекер имеет Г-образную форму. На мой взгляд, это наиболее удобная и долговечная форма в сравнении с прямым вариантом. Ну что же, вот такие вот прикольные наушники были сегодня у нас на распаковке. Более подробно о гарнитуре, опыте их эксплуатации я расскажу уже в обзоре. А на сегодня у меня все. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки и всем пока!